Кровавый кукиш Глава первая. Пролог. В путь. Зовут меня Владислав. Я холостяк, ибо этот термин применим к разведенным мужикам. В своей жизни ничем особо себя не возвысил и не проявил. Жил как все, ел, пил, спал, чистил зубы, ходил на горшок и на работу. Так бы и прозябал, если б не произошли чудные события, о которых хочу поведать. Началось все, как я теперь понимаю, вечером в пятницу. Пятница для среднестатистического горожанина светлый день, так как перетекает в долгожданные выходные. Придя вечером с работы, мы расслабляемся, строим планы на субботу и воскресенье, и где-то в глубине души ликуем. Почему-то у меня в этот пятничный вечер предвыходной эйфории не было. Я сидел перед телевизором и внимал рассказчику, повествующему о древностях. Давило чувство беспокойства, смешанное со скукой. Не зная, чем заняться, решил настрогать овощей для салата и опрокинуть рюмашку. Принял 50 грамм, и дело пошло. Огурчики, зелень, помидорусы, и на тебе, порезал большой палец. Порез был самый, что ни на есть, неприятный. Ранка была совместима с жизнью, ампутация не требовалась, но это был тот самый противный порез, из которого льет кровь и не хочет останавливаться, а по болевому ощущению напоминает укол при взятии крови из пальца, только очень долгий. Вроде мелочь, но долгозаживающая и неприятная, как звуки двухлетнего ремонта в соседней квартире во время просмотра телека. Не противясь природным инстинктам, я засунул палец в рот и в таком виде стал протирать капли крови, которые изобразили на столе то ли Микки Мауса, то ли олимпийского мишку. Тут позвонили в дверь. За дверью стоял тот самый сосед, который второй год, создавая шум, делал ремонт, когда по телеку шли интересные передачки. Перемешивая слова с иканием, он заговорил. «Здоров, Вадик! У тебя случаев саморезов нет штук пять, а то вот кончились, а до магазина бежать поздно!» Громко спросил он, обдавая меня свежим сивушным духом и распространяя эхо от иканий по подъезду. «Привет, Толян!» Заходи, вздохнул я и пошел рыться на балкон. Сосед, получив желаемое, предложил по рюмахе домашнего самогона на сон грядущий, а я в отказе мотнул головой. Он оспасибил меня, навязчиво извинился и исчез, пошатываясь, оставляя укающее эхо. Мне стало тоскливо. Из пальца опять капала кровь. Я сел на диван, поднял кровящую руку вверх и уставился в телевизор, а там шел разговор о крови, генетике, истории, месте человека в этом мире и средневековом крестьянстве. Диктор утверждал, что труд крестьянина в средние века был тяжелейшим в сравнении с сегодняшним. И тут меня ожеребило. Я понял, что устал жить по закону города, что нужно отдохнуть хотя бы пару недель на природе. Лето кончалось, а я так и не отдыхал. Позвонить начальнику было делом пяти секунд. Выслушав от него возможные последствия моего внепланового отпуска, я льстиво извинился и, ехидно сотворив фигу из трех пальцев, отключил телефон кровавым пальцем. Фиги. Злорадно представляя, как начальник вытаращил глаза на вылевшие из трубки кукиш с кровоточащим главным пальцем. Сожалений не было, ибо я и так собирался уходить на другую работу. Все, свобода! Кровавый кукиш усиливал зов крови и зов предков, живших когда-то на лоне природы. Засунув опять палец в рот, я бросился собирать дорожные вещи и всякие необходимые, по моему мнению, мелочи. Складной лук в чехле привлек внимание и был упакован в рюкзак. Три оставшихся стрелы, наконечники, перышки, хвостовики, суперклей, пять тюбиков. Так во мне закипала страсть охотника и земледельца одновременно, и в сей момент я вожделел ими стать хотя бы на дачном уровне. Куда ехать я уже знал. Меня давно приглашал в гости приятель Вовка Пятеркин по кличке для своих. Пятак. Живущий в Вологодской области. Лет пять назад с его телефонных слов он купил там домик на отшибе и стал хуторянином, можно сказать, исчез. Год отстраивался, потом привез неизвестно откуда жену Ладу и зажил. Все это он рассказал мне по телефону. Я, конечно, не понимал, как он, прекрасный хирург, чудный механик-любитель, смог все бросить, продать квартиру в Москве и утонуть в сельской жизни. Познакомились мы с ним давно. Как-то оказались зрителями на историческом фестивале, разговорились, малость поспорили о стрельбе из лука, а пять лет назад жизнь разлучила. И общение свелось к редким телефонным разговорам, причем один раз в год. Прошлый раз он звонил и приглашал, когда я, купаясь на озере в июне, порезал ногу. Позапрошлый раз приглашение совпало с моим разбитым носом. По последним заморозкам в марте я поскользнулся и долбанулся о подъездную дверь. Первый раз тоже оказался кровавый и был связан со сдачей крови. Оказалось, что все три раза звонок друга пересекался с моей кровопотерей. Теперь вот опять я, порезав палец, вспомнил Вовку. Совпадение? Перебив мои размышления, прокукарекал мобильник. «Приезжай в гости, Владимир», — гласила смс-ка. Волосы на голове встали дыбом, я не здорово хихикнул и сглотнул образовавшийся в горле ком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова